Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. За верность ветеранскому движению в России отмечается День ветеранов и органов внутренних дел и внутренних войск. В преддверии этого праздника наша съемочная группа встретилась руководителем Сергеем Кузнецовым. В Ногайском районе открыта лаборатория безопасности на базе Аграрно-технологического колледжа. Она оснащена всем необходимым направлением на предотвращение детского травматизма. Стартовал республиканский этап всероссийского конкурса «Учитель года». Авторские методики и тонкости преподавания будут демонстрировать педагоги Карачаева Черкесии. Сегодня в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Это сравнительно молодой праздник. Он был учрежден 12 августа 2010 года приказом бывшего министра внутренних дел Российской Федерации Рашида Нургалиева. Дата 17 апреля выбрана не случайно. Она была приурочена к 20-летию создания общественной организации ветеранов ОВД и внутренних войск, образованной 17 апреля 1991 года. И в преддверии этого праздника наша съемочная группа встретилась с руководителем Сергеем Кузнецовым, а также с представителями Общественного совета ветеранов регионального управления Росгвардии по Карачаево Черкесии. Александра Коваленко продолжит тему. За верность ветеранскому движению. Кто будет удостоен этой награды? Это главный вопрос повестки дня в преддверии праздника. Проанализировав работу всех представителей ветеранской организации войск правопорядка, за добросовестный труд, активную работу наградят 15 человек. Было принято решение конкретно по каждому человеку, оценивался вклад его в ветеранское движение в нашей республике. Было принято решение наградить знаком за верность ветеранскому движению. Это очень почетный знак, серьезная награда для ветерана. Мы награждаем 15 человек. Сегодня в Карачаевском, Зеленчукском и Узжигутинском районах активно работают первичные ветеранские организации Росгвардии по Карачаево Черкесии. В течение года ветераны организовывали различные благотворительные акции, посещали боевых товарищей, оказывали различную помощь. Не забывают и они о старшем поколении. Представители Совета ветеранов Управления Росгвардии по республике во главе с майором полиции в отставке Исмаилом Кубановым навестили Екатерину Бакову, мать погибшего при исполнении служебного долга Али Бакова. Его жизнь оборвалась в 2005 году. В соответствии с решением Совета ветеранов войск правопорядка Карачаева Черкесии нагрудным знаком за заслуги в медицине в марте этого года была отмечена специалист-химиотерапевт республиканского онкологического диспансера Фатима Биджева. 20 лет доктор занимается лечением пациентов с онкозаболеваниями с помощью специальных химиопрепаратов, которые используются для уничтожения, подавления, а также торможения роста раковых опухолей. На счету Фатимы Назировны десятки спасенных жизней, которым, казалось бы, оставались считанные недели. Слова искренней признательности за ежедневный труд, высокий профессионализм, индивидуальный подход в лечении каждого пациента выразил председатель Совета ветеранов войск правопорядка Карачаева Черкесии, подполковник милиции в отставке Сергей Кузнецов. Он лично прикрепил на белый халат врача награду, пожелав отличного здоровья и дальнейших успехов в работе. А в наши подразделения идут под тем же принципом, что берется во главу угла. Сострадание, человека люби, отдать жизнь за други своя. Из древних времен, это пословица, поговорка. Что значит сострадание и самопожертвование? Ведь в момент самопожертвования даже самые страшные грехи Всевышний нам прощает, потому что ты жертвуешь собой ради другого человека, спасая чью-то жизнь. Я могу привести очень много примеров из своей службы, когда наши ребята, наши офицеры, бойцы шли на смертельный риск, спасая чужие жизни. Вот для того, что заслоняли своей грудью от пули. И нам близки эти принципы, эти принципы гуманизма. Также активно ведется работа и по патриотическому воспитанию молодежи. Встречи с ветеранами правопорядка, с теми, кто не раз смотрел смерти в глаза, защищая Родину, дают возможность школьникам, студентам узнать из первых уст много интересного. Также в ходе встречи председателя Совета ветеранов Росгвардии Сергея Кузнецова с членами ветеранской организации были намечены планы по активизации работы организации. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. В поселке Иркин-Шахар в Аграрно-технологическом колледже провели профилактическое мероприятие по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. На мероприятие пригласили школьников поселка. Аслан Гирюгов продолжит тему. Данное мероприятие прошло при поддержке Центра профилактики детского дорожного транспортного травматизма, на базе которого открылась первая в нашей республике лаборатория безопасности. Детям в игровой форме показывают различные ситуации на дороге и объясняют, как нужно себя вести. Детям очень нравится, тем более мы им предоставляем всякие сувениры. И более того, мне даже интересно, дети, многие, несмотря на то, что начальник, достаточно хорошо знают право должное движение и свои обязанности на дороге. Лаборатория безопасности внутри оборудована всевозможными видами конструкциями. Здесь можно и установить даже макет автобуса, макет остановки, любую ситуацию, которая возможна на дороге. Лаборатория безопасности открыта на базе Аграрно-технологического колледжа. Она представляет собой специальные машины, которые оборудованы всем необходимым для моделирования любой ситуации на дороге, в условиях, которые максимально приближены к реальным. В ней обучают не только детей, но и взрослых. Эту лабораторию безопасности мы очень долго ждали. Дело в том, что дети, когда в игровой форме, именно с такими макетами изучают правила дорожного движения, они намного легче и быстрее запоминают их. Каждую неделю мы привозим сюда, с нашего района детей, какой-нибудь класс привозим. Эта лаборатория безопасности не только в нашем районе действует. Вот вчера, например, они в Хабез выезжали. По всей республике они будут ездить и учить с детьми правила дорожного движения. Также центр предусматривает выездные мероприятия в самые отдаленные населенные пункты нашей республики, что позволит охватить наибольшее количество детей. Аслан Гирюгов, Роберт Джигуданов, Вести, Карачаево, Черкесия, Эркен Шахар. А сейчас прогноз погоды на выходные. Не переключайтесь. Аслан Гирюгов, Роберт Джигуданов, Вести, Карачаево, Черкесия, Эркен Шахар. Аслан Гирюгов, Роберт Джигуданов, Вести, Карачаево, Черкесия, Эркен Шахар. В Центре образования города Черкесия стартовал республиканский этап всероссийского конкурса «Учитель года». Авторские методики и тонкости преподавания будут демонстрировать педагоги, а также работа с классами и ответы на каверзные вопросы экспертов. Победитель республиканского этапа представит регион в финале. Альбина Ламкова почувствовала глубину предметного содержания на одном из конкурсных уроков. Педагог за 40 минут должен провести урок и показать все свое профессиональное мастерство в образовательном процессе. А еще за это время он должен найти общий язык с учениками, которых он видит впервые. Это только одно из условий для победы на конкурсе. Затем в течение 10 минут учителя отвечают на вопросы экспертов. Главный критерий оценки – глубина предметного содержания, методическая психолого-педагогическая грамотность, творческий, коммуникативная культура и результативность. Мы максимально объективно будем работать и постараемся отобрать наиболее достойных наших учителей. И на мой взгляд самое важное в этом вопросе для учителя – умение преподнести доступным образом те знания и умения, которые у него есть. Его с малых лет уже обучали, как нужно держать оружие в руках и крепко сидеть в седле. Тема урока – Русь между Востоком и Западом Александр Невский. Здесь меч используют только в качестве указки. А все потому, чтобы каждый из учеников на уроке смог приблизиться к событиям 13 века. Конечно, это не все методики, которые педагог использует на конкурсе. Анна Кодинцева – учитель истории. Она педагог с большим стажем. Не изменяет своему предмету 28 лет. Я постаралась в своем уроке использовать различные методы. Шестой класс, детки небольшие, поэтому, чтобы им было интересно. И игровые моменты я использую. А в качестве закрепления мы используем один из новых методов составления синквейна. Дети учатся составлять. В уроке задействована не только жюри, счетная комиссия, но и сами дети. Они на уроке разгадывают кроссворды, работают по карте, смотрят видеофрагменты. Занятия проходят легко. Ученики заинтересовались темой. И, видимо, одна из целей учителя достигнута. Подход найден. Больше в памяти школьников отпечаталась фраза Александра Нескова. «Кто к нам с мечом придет, тот и от меча погибнет». Это высказывание применяется в жизни, поэтому важно знать, кто ее говорил, сказала одна из учениц. «Были разные формы заданий. Нам очень всем понравилось. И Анна Николаевна, она хороший учитель. Мы хоть первый раз с ней увиделись, но нам было очень легко с ней. И я пожелаю ей, чтобы она победила в этом конкурсе». В республиканском этапе всероссийского конкурса «Учитель года» участвует 12 человек. У них разные стажи и опыт работы, а также своя методика преподавания. Зато единая цель – подтвердить уровень педагогического мастерства. И если улыбнется удача, стать обладателем хрустального пеликана. В Карачаево-Черкесии, как и в других регионах, проводятся вакцинации от COVID-19. С каждым днем увеличивается количество людей, сделавших прививку. Но, несмотря на это, многие люди все еще сомневаются, стоит ли ее делать. Мы опросили жителей Черкесии о том, как они относятся к вакцинации от коронавируса. Я думаю, что всем здравомыслящим людям надо делать вакцинацию. Лично я и по возрасту, и по желанию скоро буду делать вакцинацию. Я сделала первую прививку. Через четверг пойду вторую сделать. Значит, положительно. А как вы вообще решились? Скажите, пожалуйста. Чтобы не болеть. У меня зять умер от COVID-19. Яркий пример того, что нужно сделать вакцинацию. Перенесла нормально. Никаких побочных эффектов не было. Ну, думаю, что это надо делать все-таки, чем болеть. Ну, я еще не сделала, но собираюсь. Заранее беречь себя и на следующие летние месяцы и так далее. И от семья, чтобы была здорова. Потому что мало ли. Внуки, дети. Все приезжают, чтобы все было хорошо. Положительно уже сделала все. И дочку сагитировала. Она должна была вот сходить, сделать. А как вообще решились? Нормально. Считаю, что это очень даже хорошее мероприятие, чтобы сильно не болеть. Есть примеры, что и умирали знакомые, и сильно болели. Поэтому я считаю, это обязательно всем надо. А какие-то побочные эффекты у вас появились? Ну, немножко было, да. У меня же уже возраст 65+. Вот. Ну, вполне терпимо перенесла. Чуть-чуть поднималась температура, и один день подскочило давление. Все. Я уже вторую сделала. Вторая вообще нормально. В Черкесске в кинотеатре Чарли открылась выставка «Медицина. Великое призвание». Она посвящена Году медицины. Работу представили детские художественные школы Карачаева Черкесии. Перед торжественным открытием студенты Республиканского колледза культуры и искусств исполнили произведения мировых классиков. Затем можно было познакомиться с творчеством юных художников, которые посвятили своей работой медикам. В течение года все они стояли на страже здоровья жителей Карачаева Черкесии. Врачам, приглашенным на выставку, выручили сувениры, сделанные руками детей. На этом субботний выпуск «Гвестей» подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. В государственную телерадиокомпанию «Карачаево-Черкесия» требуется звукорежиссер со знанием и опытом работы с микшерными пультами и программами. Обращаться по адресу Черкесск, улица Красноармейская, 51, или по телефону 2204-75-2205-47.